Белка, Белка же, да? Кто в последнее время снова активизировался И начал донетить стримерам какие-то колоссальные суммы За то, чтобы они исполняли различного рода дичь Точнее, как так вы дичью это не назовёшь Скорее делали то, что они делать не хотят Среди вас наверняка есть студенты, школьники Нету Потому что У меня все, блядь, 30 плюс смотрят И так, ссылочку в описании Ой, какие нахуй все майки, блядь Ты угораешь, блядь Ну кому нахуй Кто нахуй до сих пор пользуется всеми майками, блядь Ну это же бред, блядь, друг, нахуй Ну что ты за помои Это же помои, что ты рекламируешь, блядь Это же помои, блядь, ебаные, нахуй Блядь, кому нахуй Дети, нахуй, купят, потом подышат Вот этот, блядь, запах, который идёт у них от футболок, нахуй И всё, и, блядь, поумирают все Каждый из вас помнит такого стримера, как Милстрой Это тот чувак, который дико хайповал в 20-м году Когда он звал к себе на стримы огромное количество девочек Чаще всего А ещё, знаешь, когда он хайповал? В 17-м или каком-то году В 17-м, по-моему Сами знаете с чем, блядь Ну, блядь, все наши пацаны, вот они слева направо, блядь Контента Задавал неудобные вопросы девушкам Ты можешь, пожалуйста, снять Да-да-да, конечно, взрослые Да ладно, рассказывай, блядь Его взрослые, говорит, смотрели, ну-ну, блядь А именно на одном из своих стримов Взрослые сидят, блядь, интересно, он Интересно, а вот эта девочка покажет сиськи? Конечно, конечно, сидят Смотрят, блядь, конечно, конечно Завтра на завод, блядь, сегодня пока сиси посмотрю У Милстроя, блядь, сиси покажет девочка, не покажет, блядь Конечно, взрослые сидят, смотрят Такую очередную эскортницу Которая, как ему показалось, очень по-хамски себя вела И слишком много умничала А как говорится, если баба много умничает Ее и приложить не западло Что? Не поддерживаем Собственно говоря, сделал Милстрой Но, правда, немножко борщанул Три года назад я вам уже... Немножко борщанул! Есть, блядь Сказывал свое мнение по этой ситуации Но на всякий случай, еще раз повторюсь А где Белка? Он будет Белкой-то трясти, блядь? Что-то неинтересно мне смотреть пока Белкой Не, ничуть не жалко, не эту Ничуть не жалко Ну, значит, пизди их, блядь, значит Ха, вы непорядочных Сжечь их надо, блядь Я осуждаю, конечно Как в этом, нахуй Инквизиции, да, блядь? В ГТРП, блядь Ну, раз они непорядочные Все, нахуй Захуяриваем их, блядь Фу, вы непорядочные На, блядь Поебало, нахуй Все, понял? Вдя на маргинальную тусовку Ты прекрасно знала, что с тобой Там такое могло произойти Я ни в коем случае не занимаюсь Виктимблэймингом, как это модно У нас сейчас говорить Ну, это такая же аналогия Как если я сейчас попросил Какие-нибудь бразильские фавелы И, понятное дело, что меня там могут Убить, ограбить Может быть, даже Ну, да Я не знаю, какие-то Такого предпочтения Конечно, как бы Ну, раз женщина непорядочная Можно ее и бить, получается Правильно я понял? Исходя из его слов Перед судом, божьим виноват Будет преступник С другой стороны На кой х** А, ну все Она ж сама пришла Она ж пришла, чтобы ее пиздили, наверное Молстрой, дабы избежать уголовки Предлагал этой девушке Какую-то колоссальную сумму денег А в итоге он заплатил штраф Всего 5000 рублей По какой-то легкой административке Ну, у нее есть связи Это очевидно У Молстрой есть точно связи На исправительную работу Он тоже не ходил, очевидно Хотя, если ты не ходишь На исправительную работу Те срок дают Но поворотным этот момент в его карьере Был не только из-за этого А из-за того, что вследствие данной ситуации Молстрой полностью отменили в интернете И нет, это не произошло Чудо-институт репутации в России Ну, никто его не отменял Это пиздеж, блять, ебаный Никто его не отменял Ну, да, естественно Осуждали очень много Но к нему еще больше Начали людей приходить И Амиран Сардаров К нему приперся потом Ну, короче, вы поняли, блять И Эдвард Билл тогда уже, по-моему Или, может быть, я пижу Ну, короче, к нему еще больше людей начали Приходить В смысле, что его забанили абсолютно На всех маломальски известных А, вот если он про этот Да, 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 было На ютубе, на твиче, группу вконтакте Что каждый раз, когда он появлялся заново на ютубе Его трансляция сносилась через несколько часов Потому что, как вы знаете Если тебя банят на ютубе То тебя банят по личности И способ просто создать дополнительный канал Уже несколько лет как не работает То есть Мелстрой стал персоной нон-гранта На всех более-менее известных площадках Но так или иначе, стримить он продолжал Фанбаза какая-никакая у него осталась Он стримил на такой площадке, как Трова И сейчас вот стримит на Кике Если чё, это новый аналог Твича Который по дизайну, ну, вообще никак не отличается Как будто Ctrl-C, Ctrl-V Но фирменный фиолетовый цвет заменили на зелёный И, кстати, Прикольно, я даже не видел Тримит он довольно успешный То есть средний онлайн у него 20 тысяч И на чём же, собственно, Мелстрой всегда зарабатывал Ну да, типа популярный стример Большой онлайн Но не настолько большой, чтобы быть чуть ли не долларовым миллионером А заработал он львиную долю своего состояния на стриме казиков Если что, ребят, напоминаю Казино это плохо И ни в коем случае никаких казино не играете А работают казики одним из следующих способов Некоторым стримерам они платят фиксу То есть определённую сумму за то, чтобы те поиграли в казино Некоторым они платят депозит То есть это также определённая сумма Но на которую ты должен будешь сыграть И если ты что Что за бред? Кто тебе за... Блядь Рекламирую казино, я тебе дам Блядь То есть, получается, некоторые люди рекламируют казино На те деньги, на которые они играют Чё ты несёшь, блядь? Это бред, чувак Какая хуйня, боже Выиграешь, ты эту сумму оставишь себе Да какая хуйня, кто тебе это рассказал, блядь? Да они на демо счёт играют Не лудики, которые Вот кто не лудик, да? Они играют на демо счёты И потом фиксу себе на карточку получают, блядь А вот этот, лудоманы остальные Которые есть стримеры, реально лудоманы Вот они получают фиксу за каждый ролик За каждый стрим, блядь И ещё с демо счёт Ну вот не с демо Они не играют на демо счёт И потом ещё деньги могут с счёты выводить И ещё плюс процент с проигрыша По рефералке Если проиграешь, то он, собственно говоря, проиграет Это труд, да не, ты пиздёшь, блядь Иногда в любом случае получают фиксу В любом случае Давали, как, например, бустеру, фиксу и депозит То есть, условно говоря Во-во-во-во, фиксу и депозит всем дают, блядь А некоторым, типа Егора Криды Ещё дают процент с проигрыша, блядь Потому что рефералку они бустят По рефералке люди приходят Если они уходят по его ссылке Играть в казино И проигрывать деньги То там уже, у букмекеров Вот 1xbet, это же такая же схема была Я вам, серьёзно говорю Вот у 1xbet была такая же схема Кто и в роликах рекламировал, короче И ссылки оставлял Там такая же хуйня Что люди, которые пришли Делали ставочку и проиграли То блогеры, которые Ну, чья ссылка это была Получают половину с этой хуйни, короче, поняли? Я не знаю по поводу казино Вот здесь не шарю Типа, то есть я ещё более-менее понимал Как букмекер работает То казино не знаю Сколько они процентов получают Но получают точно То есть не будут просто так рефералку бустить Ну, вы же понимаете, это бред, короче Зачем условному Егору Криду Ребята, переходите по моей рефералке Срочно, типа Ну, зачем, если он не получает с этого выгоду? Потому что он получает с этого выгоду Два из них он должен был открутить Какие-то проценты То есть я не могу заверить точно 30%, 20% Это всё равно большое Я хочу строить теории заговора Относительно Милстроя Ну, мне кажется, на пике его популярности Ему просто казики заносили там Какие-то колоссальные бабки Чтобы создать имидж вот такого вот простого пацана Который чисто поднялся на казика Да-да-да-да Милстрой не живёт в России Постоянно путешествует Это правда, это правда Ездит там по Дубаем Я думаю, да, прям амбассадор У него прям контракты очень серьёзные Потому что дети смотрят, какой он богатый, крутой Как он поднялся именно на казино И сами идут играть Это очевидно И с его слов на одном стриме по казикам Он зарабатывает от 10 тысяч долларов А недавно он за 44 ляма в Дубае В этом случае рублей Купил себе какие-то бриллиантовые часы Ну, вкратце, что за него уже половина ролика По Милстрой я рассказал Теперь перейдём непосредственно к теме видео Как вы знаете, Милстрой довольно часто Донатит различным стримерам Вон из того, что я помню Хованскому помог купить квартиру в Сербии И недавно Милстрой Серьёзно? Появилась такая одна идея Которую можно было бы в принципе В течение полугода реализовать Постричь, короче, всех стримеров Нахуй на вас Но для этого нужно будет Без п***и миллионов сто Ну, я бы лично вот Просто запомнился бы надолго, я думаю Началось всё с того, как он задонатил Ебать Ну вы хотите сказать, что он реально Выигрывает по сто миллионов, блять Это же бред, блять Силхесусу пять миллионов рублей На то, чтобы тот на стриме Побрился на вас То есть сбрил свою башню Бутылка себя может ещё Немножко, блять За донатик, блять Я предлагаю вот Хесусу Реально вибратор купить Есть такая штука Он такая засовывается Ну, себя засовываешь Донат приходит И она вибрирует, короче Псесс разъёбанно Вот от ста тысяч поставил бы И, мол, строй бы кидал Ну, интересный Чего? Чего? И Хесус действительно это сделал Прямо на стриме Ребят, давайте будем честны Бля, причём я, знаете, что удивляет Мне просто Я понимаю людей, которых нету денег, да Ну, которые не настолько богаты, да То есть Как бы Это совсем Не совсем можно назвать прям Сильным унижением, да Типа, что ты фу Там унижаешься, типа Ну, хотя можно Но просто я говорю о том Что вот для меня Больше кажется унижением Когда донатят людям Которые, ну, обеспеченные Понимаете Хесус раньше снимал себе квартиру, блять В Москва-Сити За полмиллиона рублей в месяц Полмиллиона рублей в месяц Он платил за квартиру Полмиллиона, блять Сейчас он живёт в Америке Где абсолютно такие же цены Как в Москве-Сити, блять Ты обеспеченный человек Нахуя ты это делаешь Это, ну, это смешно, короче Я понимаю там Ну, я не знаю по поводу каши Ничего говорить не буду Всё равно Я к нему хорошо отношусь Этот момент я, естественно, не поддерживаю Но не знаю Насколько он обеспечен человек, да Как Ну, может быть Он тоже хочет Какие-то свои моменты закрыть Это можно понять Но обеспеченные люди Зачем это делают Это же пиздец Бред, короче Это то же самое Когда ты популярный тиктокер Но ты эскортница, да Какая-нибудь, типа Потому что, ну, это Лёгкие бабки В любом случае Ну, там За ночь полляма заработать Почему бы не этот бред, короче Это смешно, блять За пять лямов этого не сделал И знаете что? Лысый хесус Это, конечно, зрелище сюрреалистичное Вот есть люди Которым действительно идёт Короткая стрижка С рекламой плохо У меня вообще нет рекламы Я охуенно живу, блять У меня нет рекламы В смысле С рекламой у неё плохо, блять У меня нет рекламы вообще Я даже на ролики У меня с донатов И с музыки Которая у меня приходит У меня хватает Снимать клипы Снимать ролики Не делать там рекламу Хотя я не отказываюсь Ну, просто Если Если мне Не перепадёт рекламка Вот на следующий ролик Я не парюсь То есть я без рекламы выпускаю Мне никаких проблем, блять В смысле Вы хотите сказать, что Хуби соли доедает С короткой стрижкой Так ты не США живешь И что, блять Начинает выглядеть как-то Ну, опаснее, серьёзнее, что ли Я не знаю На таком подсознательном уровне То Хесусу действительно Лучше с башней Также, как я понял Хесус немного стесняется А мне кажется, наоборот Он, кстати, когда побрился Реально ему уйдёт То ли у него есть какие-то Проплешины на голове То ли что-то ещё Но последний стрим Он провёл в кепке Однако Хесус был далеко не единственным Ха-ха, стесняшка Сым стримером, которому задонатил Миллстрой Например, кашу он задонатил Уже полтора миллиона рублей За то, чтобы тот Также подстригся на лоса А легендарному стримеру Папичу Он задонатил и подавно В общей сложности Где-то три миллиона За то, чтобы тот Снова поиграл в доту Папич разъебал вообще, да Которую он зарёкся Больше никогда не играть Что, запускаю доту Опять замерён дота Ха-ха-ха-ха За насчёт живёшь Ну, у меня музыка побольше Приносит, чем донаты Если честно Но, ну да По факту мне донаты Вообще очень сильные Я прям Ну, мне хватает, конечно Вот честно вам сказать На творчество в основном Ну, в полной размере Но Блин, сяги я, конечно Себе не могу покупать Постоянно Типа, знаете, какие-нибудь там Такая хуйня Но это всё равно Охуенные деньги Огромные Сейчас я переменую стрим Я не верю, что Хесусу Не хватает Ну, то есть Если бы я жил в Америке И я бы не снимал там клип А просто Был обычным стримером Как Хесус Я не верю, что ему там Не хватает денег Это пиздёж, блядь Я бы со своим заработком Я бы в Америке Тоже кайфовал спокойно Вообще Абсолютно спокойно, блядь Если мне не надо было ролики По 300, по 400к За ролик снимать Ну, вы понимаете, о чём я Что это? А, блядь, сука Тварь, нахуй Блядь, на монтаже Не можешь, блядь, убрать Менее популярным стримером Так и чё? 7 минут он, наверное, пересказывает Нахуя мне это пересказываешь? Я и так это всё знаю, блядь Давайте посмотрим, для чего же он Всё это делает Как вы все, наверное, в курсе Так когда квартиру купишь? Никогда Пожел, строю потихонечку Ну, начали уже забывать То есть, несмотря на довольно большой Я буду придумывать, как мне дальше Ну, ещё больше зарабатывать Когда Альбом выпущу Подумаем За каждый из которых, по его словам Ну, может быть, бусте заведу Надо будет чё-то новое, короче Поняли, типа, новое чё-то Заводить, короче Как ещё один заработок Надо будет придумывать Ну, это, блядь, контента В два раза больше надо будет делать Короче, ну, поняли Повторюсь, он зарабатывает От 10 тысяч долларов Всё равно в данный момент времени Его медийность и узнаваемость Не настолько высокая, как была Два года назад И таким образом Донатить какие-то колоссальные суммы стримерам За то, чтобы они делали то, что им не хочется делать Мёдстрой таким образом Решил, как говорится, напомнить о себе Что, как бы, да Я до сих пор существую До сих пор стримлю И неплохо бы было на моих стримах Онлик, да, да Онлик заведу Ну, иногда присутствует Причем я не собираюсь строить Какие-то теории заговора Но, как мне кажется Всё это массовое бритьё стримеров Это хорошо спланированный пиар Конечно, блядь В смысле какие-то теории Это же очевидно, блядь Да какая нахуй теория, бля Этот долбоёб Приходит к другому долбоёбу Говорит, долбоёб, держи денег Долбоёбу смотрит Тысяч двадцать человек Он говорит, долбоёб, держи денег Он такой Ой, спасибо тебе большое Я тебя люблю Долбоёбы, которые смотрят Долбоёба Ну, в плане онлайн сидят Вот эти онлайн из долбоёбов Долбоёба Смотрят такие Говорят, а что за долбоёб Задонатил долбоёбы Идут к этому долбоёбу Это долбоёб такой Говорит А я, кстати, вот Видите, я миллионы отдаю И я в казино играю А, ну хорошо Они приходят по его рефералке Проигрывают деньги Он зарабатывает намного больше Чем пять миллионов Которые он отдал Всё, профит, блядь Это элементарно Тех самых казиков Которые постоянно рекомендуются устроя Я нахуй Я говорю Я когда кейсы снимал В 2016 году Мне платили по четыре тысячи Три-четыре тысячи долларов за ролик Долларов, блядь Три-четыре тысячи долларов За, ну За триста тысяч просмотров Знаете, вот что-то такое Четыреста тысяч просмотров А это были кейсы Блядь Ну не кейсы А вот эти рулетки Казино Ой Не казино эти Скины Скины в CSGO, блядь Они У них охуеть Как много денег А это скины, блядь Понимаете Это скины в Counter-Strike, блядь Вы представляете Казино Это пиздец Там просто Там смертельные деньги Просто пиздец Там ебанутые деньги Я вам серьёзно говорю, блядь Потому что подумайте сами Сейчас мы Оговорился Да-да-да-да-да Ну я, блядь Я уже много раз рассказывал И жалею Что я это делал Ну, блядь Это же факт, блядь Но я это делал и признаю Просто говорю, что они платили страшные деньги И у них бездонная бочка была Я вам серьёзно говорю Я каждый раз Ну я тогда уже понимал Что не особо хочется мне это рекламировать Я каждый раз цену всё больше и больше ставил Они больше и платили Им похуй, блядь Им поебать вообще А это только скины в Counter-Strike, блядь Вон Кирилл Семченко Знаете такого, блядь? Кирилл Семченко Это тот, который, блядь Ну, короче Counter-Strike снимал Кто помнит его Задрачивал раньше жёстко, блядь Он тоже же по факту Он канал по Counter-Strike поднял Наоткрывал кучи вот этих, блядь Наоткрывал кучи сайтов Вот Апикс, по-моему, это он Короче, я не шарю просто Короче, кучи сайтов По вот этим скинам наоткрывал Так он пиздец разбогает Чуваки Вы даже не представляете Насколько у этого человека Я в жизни не слышал Чтобы у человека Он мне как-то рассказал Сколько у него на веб-мане лежит Прямо, ну, типа, сейчас, знаете Ну, давно ещё В году шестнадцатом Он такой О, у меня веб-мане заблочили У меня там был Но это личный разговор Я не буду такие вещи рассказывать И он мне сказал Сумму, которая у него на веб-мане Я такую Я эту сумму даже не слышал Никогда о такой сумме Поняли? Ну, там огромнейший Огромнейший Да, блядь Вы даже не представляете Насколько Мне не хватит Вот этого преувеличения Чтобы вы поняли Насколько много У этого человека было денег, блядь А вы Это только Этот чувак продавал, блядь Скины в Counter-Strike Ну, там, вот эту хуйню А вы представляете Казино, блядь Казино, нахуй Да забейте вообще Довольно щедрые суммы Различным стримерам Вы что там Миллиарды долларов Без преувеличения Я вам говорю Миллиарды долларов, блядь Это часть аудитории Какие, нахуй Эти пять миллионов Это капелька в море, блядь Которая Этих стримеров Причем часть это немалая Захочет перейти на площадку Где стримит Милстрой И посидеть на его стримах А что делает Милстрой На этих самых стримах? Да ему и да ладно, блядь Белка ему до этого Нихуя не светила Когда он в двадцатом году Расхайпился Я в телеге писал Вы что, ебанутый Закройте его нахуй Никто его не закрыл, блядь Пока И то Он Когда отхуячил Девчонку На стриме, блядь Вот тогда общественность Вся Россия поднялась Такая Это что за хуйня? Пять тысяч рублей штрафа получил Да всем похуй на него было Абсолютно, блядь Пощадке Казино Стримить не запрещено То есть никто его там по требованию РК Не заблокирует Как это произошло с бустерами Вилоновым и Кривским И разумеется, люди с этих стримов Будут переходить по реферальной ссылке Милстрой на те самые Казики И понятное дело И все, это весь ролик, блядь Самая скучная хуйня, короче Это, конечно, пока что только теория Но звучит довольно логично Кстати Да, конечно, блядь Ну не-не-не Он реально от души это делает, белка Это теория Вот то, что ты сейчас рассказал Это теория Он реально от души берет в свой карман Ну типа, чтобы люди благодарили Потому что это Ну прикольно для него Бавный момент После всех этих крупных донатов стримерам Активировались и другие Никому в хер не впившиеся уеб Которые стали, знаете ли, подначивать Милстрой, чтобы он и им Что-то задонатил Трансгендер Хилме Выкатил следующий пост Если бы мне поступило Такое предложение То я бы даже и за 15 миллионов Из трехсебаналуса Я свои патлы два года растил Я бесплатно на камеру покакаю Там завидит почти каждая девушка Так что Милстрой Мне не предлагай Ну может за 30 лямов Еще подумаю Какие нахуй 30 лямов Роднулькин, блядь Иди отсюда, блядь Иди вот тебе Я тебе нахуй даже пятихатку не дам, блядь Я тебе нахуй даже пятихатку не дам, блядь По 30 лямов, извините Тот же с ним Катуре, блядь, бред, короче Я нашел еще одну Такую вот забавную вырезку Иди вон у баклажана Баклажан пускайте денег Такого Божелинка Если вкратце умственно отставил фрик Который сейчас Осуждаю, блядь Осуждаю эти слова Невероятно Так вот, послушайте, что он предлагал Божелинка, это щелось, не ошибаюсь Который готов был Короче, мне похуй, блядь О чем ролик Просто пересказал Ну вот так бывает, ребят Бля, обожаю вот такие ролики Когда тему какую-то поднимают И такие Ну вот так, ребят Ну вот, вот такое бывает, представляете Всем привет Сегодня я расскажу, короче Вот рассказывает Ну вот такое бывает, ребят Вот такое Вот такая ситуация, блядь Сука Просто нахуй Просто пересказал нам Маслица Натер, блядь И все, и пошел Ну вот такое бывает, ребят Вот так вот, блядь Белка вообще уровень к серьезный на клеща бог я его сама духами убила и достала я на прошлом сказал чтобы больницу но беженцам туда нельзя а почему ну даже